Мы переходим к вашим заданиям. Это у нас Татьяна. Смотрите, Танечка, какое платье выбрала. Очень хорошее платье. Спокойное. Можно любую отделочку сюда брать. Можно, я думаю, что это несложно будет выполнить. И технически, технологически вот эту складочку, вот эту вставочку сделать. Но здесь она, видите, еще имитация отлетной такой детали. Ну, отлетная деталь, это значит, она прошита не в самый край, а накладным шовчиком. Прошита, видите? Вот так вот. Вот сюда вот, видите, где шовчик соединения? Это как бы внутри туда подставлен. Так, вот она совершенно, да, она показала вот эти строчки. Показала все на свете, техническое задание нарисовала. И мерки здесь есть, и прибавки. Все я проверила, все хорошо. И вот она нам сделала вот такое вот, вот такое моделирование. Все одобрено, замечательно. И рукавчик будет вот такой, скомбинирование двух тканей. Очень хорошая работа. Так, а это наша Таня, это ее фотография. Ага, все понятно. Ткань легкий стрейч, тянется в поперечном направлении. Отделка кружева. Кружева. Валя, шайфер наша. Посмотрите, какое платьице себе выбрала. Видите здесь, как читается форма. Оно приталенное, полуприталенного силуэта, слегка расклешенное к низу. Вот это платье. Именно вот выбирается та силуэтная форма, которая нужна вашей фигурке. Которая ее собирает, которая делает ее менее объемной. Которая вам подходит. И решается, достигается эта форма с помощью правильного оформления боковых швов и каких-то обыкновенных примитивных выточек. Валя вот у нас выбрала такую модель. Давайте посмотрим, как она ее смоделировала. Ну, что сказать. Всем нам пример для подражания. Очень хорошая работа. Очень хорошая работа. Вот такие ткани у нее. Ткани прекрасно сочетаются друг с другом. Это от жерси, по-моему. Все это на трикотажной основе. И вот фигурка. Такая вот немножко особенная фигурка. Но все сделано правильно. Следующий у нас кто? Мария. Мария показывает свою фигурку. Показывает свою ткань. Например. И вот такое вот платьице она решила сшить. Но у нее фигурка ярко перевернутый треугольник такой. Можно было бы ей сделать внизу вот из такой ткани. Вот, Маша, смотрите. Я бы что вам посоветовала, да? Фигурка у нас, девочки, смотрите, какая ярко выраженная. То есть платье будет зауженное книзу. Платье будет зауженное книзу. А вверх достаточно объемный. А помните, мы с вами говорили, когда у нас фигурка перевернутый треугольник, то мы внизу для расширения, для оптических иллюзий, вот здесь вот по линии низа, делаем какое-то яркое пятно. Вы, может быть, постарайтесь вот это пятно себе сочинить. Может быть, какие-то полоски туда настрочить. Две-три штучки яркие, черненькие. И к туфелькам, к черным, допустим, подобраться. Можно что сделать? Можно какое-то кружево. Вот я бы контрастное такое кружево на эту ткань бы, грубое такое бы пришила, да? Поверх, по линии низа, чтобы тоже черное, чтобы к туфелькам подобраться. И тогда ваше простое платье будет, заиграет совсем другими красками. Видите, вот оно прямо просится. Вот здесь вот такой горизонтальный, яркий акцент. И будет очень здорово. Попробуйте. Мариан, наша любимица Мариан. Посмотрите, какое она себе платье нарисовала. Смотрите, Мариан. Плотный трикотаж джерси. Прекрасная вот такая вот форма сделана у нее. Посмотрите, какое она моделирование себе выполнила. Мариан тоже, я согласна со всем, совершенно великолепно размоделировала. Значит, ага, добавила в серединке, вот видите, такое отведение девочки, да? Мариан, ну вот я бы его еще сделала чуть-чуть побольше. Давайте мы его сделаем не 3 сантиметра, а 4 сантиметра, чтобы вот вы же его будете в встречной складочкой раскладывать, потому что встречная складочка по 1,5 сантиметра, она будет ни о чем, она будет как за щипом смотреться. Вот эта вот будет, вот эта складочка у вас где-то на 4 примерно раскрыта. То есть и то тоже делайте, пожалуйста, чуть-чуть побольше. То есть вот это отведение для встречной складочки надо заложить побольше, 4, а то и 5 сантиметров, что они перегнутся будет 2,5-2, чтобы оно было выразительным. Вот это вот, да? То есть добавьте вот сюда чуть-чуть. Великолепная работа. Ну и если вы не хотите иметь застежку сзади, хотя у нас сзади есть шов, и это может быть застежка, тогда нужно следить за тем, чтобы горловинка прошла потом, когда мы все вот это вот оформим. То есть, девочки, смотрите, длина горловины должна быть не менее 27 сантиметров. Это будет 54 размер обхвата головы в целом, да, по обхвату. Вот такая фигурка у нас Мариан, и как она хорошо все вот это придумала и сделала. Просто замечательно.